Вы молодая, энергичная, имеете право и на мини-юбке, и ездить на машине, и экстремальное вождение, если вы сюда вписываете, и парашюты в том числе. Вы пришли на программу, которая называется «Давай поженимся», значит у вас серьезные намерения, правильно? Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Антон, Константин и Павел. А невеста у нас Вероника. Здравствуйте. Рада вам. Проходите. Вероника, 27 лет. Узнав о том, что ее возлюбленный женат, получила сильнейший стресс. Обратилась за помощью к психологам, но они только усугубили ее проблему. Вероника специалист по рекламе. Прыгает с парашютом, летает на биплане, стреляет в тире. Гордится тем, что получила 4 сертификата по экстремальному вождению. Мечтает о большой семье и огромном загородном доме. Вероника не сможет довериться малодушному и нерешительному человеку. Выйдет замуж за спортивного, в меру авантюрного, нежного мужчину, который любит детей, собак и носит бороду. Ну вот еще одна из рода тех, которая до конца не знала, что ее парень женат. Надеялась на лучшее, надеялась, что у вас все будет прекрасно. Рассказывайте. Девушка симпатичная, что ты немножечко другую люблю. Ну в ней симпатичная. Девушка симпатичная, она не твой этот фасон. Глазки искренние. В общем, мне пришло письмо. Пришло письмо, я сидела на работе, и приходит мне письмо от его жены. Почему от жены? Потому что я увидела, ну как бы, как минимум его фамилию. Да, во-вторых, все то, что она о нем говорила, я понимала, что это действительно его жена. Как бы, да, все-таки настолько знать детали, может только близкий человек. Она в том письме все-таки от жены. В том письме она говорила о том, что, как бы, здравствуй, Вероника, да, я вот его жена, меня зовут так-то, соответственно, как бы, ты должна понимать, что сейчас он такой прекрасный милый котик, да, как все мужчины, но впоследствии ты увидишь тирана, и все будет именно так, как я говорю. Очень хорошая, светлая девочка такая, приятная. Ну ты любишь блондинок? А другу сердце показали письмецо? Вы знаете, как было? Я вам сейчас скажу, на самом деле, я сидела на работе, видела это письмо. Но я была не то, что в шоке, но как будто я куда-то опустилась, да, сразу на дно у меня так холодной водой, и я сижу и думаю, боже мой, ведь я же спрашивала. А он говорил, нет, ничего нет, я одинок, вот люблю тебя, да, ты мне нужна. Ну, конечно, люблю, может быть, не говорил, но тем не менее, что такая я вся прекрасная, я ему нужна. Вот, и я позвонила ему, сказала, неси паспорт. На что он мне сказал, нет, паспорт, ты знаешь, где-то там, непонятно где. И тут, конечно же, я начала понимать, что все это, ну, вранье в любом случае, да, он не пытался даже как-то оправдаться, как-то все вот так вот. А вы не пытались даже от него уйти? Честно, не пыталась. Я думала, что, ну, действительно, в 19 лет, мне казалось... Вероника очень, да, яркая и, казалось бы, да, очень молодая, но уже такой опыт. То есть он стал жить на две семьи? Ну, практически, да. Он, конечно, говорил о том, что все уже у нас очень плохо, да, именно у них с женой, да, все плохо, я вот ухожу как раз на той стадии, и поэтому вот сейчас, 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 я от нее уйду, и все будет прекрасно. Вот, мы будем с тобой вместе, все будет хорошо. Я в это верила, что действительно уйдет, ведь я же ему так нужна. Я, честно, оправдала всю эту любовь. Я впервые даже тогда, наверное, обратилась к психологу, я позвонила. С каким вопросом? Что мне делать, люблю женатого? Да, именно так и было. Парней так много холостых. Серьезно, да, у 19 лет. А на вам что? Был мужчина, я даже помню, что это был мужчина. А он что? Он сказал, что я не женат, иди ко мне, Вероника. Нет, вы знаете, он же психолог, он на работе был. Вот, он сказал, что нет, вы знаете, Вероника, наверное, все-таки то, что вы говорите, это говорит именно о том, что он в вас влюбился, и он просто сейчас именно боится признаться в том, что он женат, потому что он не хочет распространить ваши отношения. Одна из версий, да. Красивая улыбка, красивые глаза, с прищуром. Сколько лет это продолжалось у вас? 4,5 года, почти 5 лет. А это было счастливое время или все-таки больные отношения? Первое время счастливое. Потом все, я понимала, что все-таки больные отношения. А мама далеко была? Моя мама или его? Да, ваша. Моя мама всегда рядом. Моя мама всегда рядом. Что говорила? Я скажу так, что, ну, допустим, да, там, начинать от того, что в какой поступать мне институт, я не знаю, в какую школу и все что угодно, все всегда было на мне. Моя мама занималась, скажем, там, зарабатыванием денег, да, потому что папы у меня, ну, не было, потому что они развелись в очень-очень раннем возрасте, вот, и мама занималась именно этим. Я не говорю, что мама очень плохая, да, что должна была это делать. А мама не знает, что вы пришли сегодня сюда? Почему мама не знает? Вы знаете, я не знаю, что ждать от мамы, потому что моя мама, конечно же, хочет выдать меня замуж и снять некую, наверное, скажем так, ответственность в себя. Дело не в том, что я там... А то есть это не любовь за ваше будущее, а просто снять ответственность? Такой родительский эгоизм. Я честно не знаю, я не могу сказать. Так, Вероника, а у нее что, такое плохое отношение к нашей программе? К вашей программе? Да нет, вы что, нет-нет-нет, дело не в этом, дело во мне. Просто мне кажется, моя мама, наверное, посчитает, что это некая какая-то авантюра, которая мне, в принципе, не нужна. Может быть, какие-то там есть у них, не знаю, проблемы. Да, хотя она упомянула, что мама всегда рядом и хорошие доверительные отношения. А он вас познакомил со своими друзьями, со своими родителями? С друзьями познакомил. У него, наверное, была настолько такая вот какая-то развязанная жизнь, да, что, в принципе, что появилось у него я, это не было для кого-то там каким-то открытием, что как бы... А его, вы говорите, чья мама, моя или его? Значит, его мама тоже о вас знала? Знала, она знала обо мне. Скажите, а что там за эксперименты, что там за авария была? Почему он так позволял себе вести, выезжать на встречку, подвергать просто, не просто опасности, а на кону жизни и смерти вас? Да-да-да, мы попали в аварию, так и было, мы начали ругаться, причем это был такой момент, что просто кто-то выезжал из-за двора, скажем так, да, и в этот момент выезжали мы. Он не хотел уступать, я ему сказала, ну как бы, как лояльный, не знаю, адекватный человек сказал, пропусти, да. Он сказал, нет, ты что, я должен ехать, ты вообще кого-то тут защищаешь, непонятно, кто едет, а я должен рваться. И вот на этой теме все просто завелась. А почему машина, за которую вы деньги заплатили, была записана на его жену, вот что-то непонятно? Деньги, честно, я не платила, я не платила деньги, вот, но записана была, почему? Потому что он был лишен прав, вот, он был лишен прав, машина приехала, нужно было на кого-то записать, и почему-то у него возникло желание... То есть вы садились еще в машину к мужчине, у которой был лишен прав? Да. А вы не участвовали в покупке финансового? Финансового нет, в тот момент нет, в 19 лет я не могла себе это позволить. Я так считаю, что не остыли еще чувства к своему большему мужчине. А не задавали ему вопрос, что его держит в той семье? Вы знаете, я, наверное, не могу уже ответить, почему. Как-то у него все было пространственно, знаете, вот как-то у него все будет, все лучшее впереди, я во все верю, какая-то вот просто безоблачность. Я знаю, что когда вы решили от него уйти, он вас не отпускал, и вам даже пришлось прибегнуть к каким-то хитростям со своей подругой, выпустились в бегство, снимали тайно квартиру. Ладно, это был ваш опыт, вы еще молодая женщина, а другие отношения были с мужчинами? Вы знаете, после того, как я с ним рассталась, прошло порядка, ну, примерно, наверное, года четыре тоже уже прошло. Именно таких каких-то серьезных отношений не было. А как вы считаете, почему? Ну, проблем, я думаю, отчасти во мне в любом случае, да, поскольку... Вот вы говорите, что мужчина в вас видит друга, а не женщина. Да, так и есть. Да, а вот подружка, смотрю, сидит. Ну, просто Ника у нас очень веселая, она постоянно где-то, ее никогда невозможно найти на одном месте, она постоянно перемещается по городу, вот такой пчелка такая. А вам зачем четыре сердца пиката экстремального вождения? Вы что, хотите на тот свет побыстрее уйти? Можно замуж не успеете? Ой, не, Дроза, вы знаете, на самом деле дело здесь, вот то, что касается вождения, я очень такой серьезный перфекционист. Наверное, образ блондинки, который въелся во всех нас, что они такие тупые, глупые, я не знаю, сидят в телефоне и смотрятся дороги. Ну, слегка, я чуть-чуть, ну, чуть-чуть, да, я русая, конечно. Но, тем не менее, почему-то вот вождение, я всегда хотела хорошо водить машину с самого детства. А тебе подходят такие яркие, экспрессивные девушки? Причем откровенно, искренне все это говорит, так же, как вот и ты. Вы же тоже друг, да? Да. Почему мужчины не обращают внимания как на женщину? Или это кокетство, Вероника? Мужчины как раз-таки обращают внимание на Нику, так по-называемую. Вероника очень открытый человек, она очень позитивная, и может быть, именно это... Да, кстати. ...и подвергать тому, что, да, там, это мужчина как бы видит вне друга. Если бы... Чуть-чуть серьезности. ...позакрытие чуть-чуть она была бы, да. Никита, а как вписаться мужчине своей собственной значимости, если она прыгает с парашюта? Вот мы видели фотографии. Он что, должен на Луну полететь, чтобы переплюнуть ее в эти фотографии? Слушай, а когда прыгаете, если не в молодости, пока нет ответственности перед детьми? Нет, если бы она в МЧС работала, я бы еще поняла бы, хоть какой толк людей спасать. Слушай, ну она любит, видишь, экстремальный там вид спорта. С парашютом я тоже прыгал, так что я не с вами поговорю. Нет, да. Давайте посмотрим видео. Может, что-то это прояснит. Лапушка, приди, мой принц. Я накормлю тебя своими прекрасными блюдами, разнообразными, вкусными. Ну, это вообще даже... Ну что, вот и вечерняя прогулочка в парке. Точнее, пробежечка. Если мы не успеваем утром, то мы бежим вечером. А вот это моя прекрасная кроватка, которая смотрит прекрасные сны с дикими кошками. И все. И мысль ушла, опять. И что там с этими кошками? Непонятно. Улыбайся, улыбайся, невесомости поверь. И обважь. Как и любая девочка, я люблю принарядиться. Ой, будем выбирать наряд? Чего бы ты хотела, интересно, меня видеть? Принц, приходи уже. Отведаешь мою стряпню. Мне уже пора разделить ее с тобой. Иначе меня размесет. Мои вака полезут отсюда. Надо бежать. Бежать, красивый попик. Какой ты игривый мини. Или не очень игривый. И совсем не мини. Улыбайся, улыбайся. Знаете, если бы это было видео с 45-летней женщиной, я бы, конечно, скептически к этому отнеслась. Вы молодая, энергичная. Имеете право и на мини-юбке, и скакать с подушками. И бегать, и прыгать, и ездить на машине, и экстремальное вождение, если ее сюда вписывается. И парашюты в том числе. Поэтому сегодня вы пришли на программу, которая называется «Давай поженимся». Значит, у вас серьезные намерения, правильно? Конечно. Да, вы приятная женщина, открытая. Хотите любви. Хочу, конечно. Я хочу заботы и любви, и заботиться тоже и быть музой для своего мужчины. Все прекрасно, будем такого искать. Роза? Ну, Вероникачка, вы, я так понимаю, спорт любите, поэтому я вам такую спортивную терминологию, картинку нарисую. Жена – это не пожизненный статус. Это как звание олимпийского чемпиона, которое каждые 4 года надо подтверждать. И подтверждение, во-первых, сам статус вам должен дать мужчина. И, живя в мужском обществе, это очень, на самом деле, почетно, важно и так далее. Вот сегодня я вам рекомендую найти хорошего мужчину. Который даст вам этот статус. А вот как вы будете распоряжаться им, вот это уже важно. Я надеюсь, да, что смогу. Готов подтверждать каждые 4 года свой олимпийский статус, как выразила сразу. Да, конечно. Искусственно нацепить сейчас на себя образ Греты Гарба у вас не получится. Значит, мужчина должен в вас видеть ту, которая вы есть, и полюбить такую, какая вы есть. Мужчины малоэнергичные и очень взрослые. Любят таких, как вы, потому что им не хватает своей энергии, им нужен заряд от своей партнерши. Вот. Не пацана. Поэтому мужчину от 35 лет, мне кажется. Возможно. 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 Греты Гарба была дева, и, конечно, лев и дева – это разные совершенно знаки, безусловно. Тем более, что у вас практически нет никаких показателей в этом знаке. Но в то же время тайны есть. Есть луна в Скорпионе, которая дает очень чувствительность, большую подозрительность. И желание все-таки испытать до конца эмоции, чувства, и вот до конца прожить свои, вот, испить полностью все свои муки и страдания. Вы же это делаете специально. Понимаете, да? Я понимаю, я понимаю. Но продолжай делать. Несмотря на всю свою открытость, несмотря на Венеру в Близнецах, Марс Вовни, вы действительно человек очень открытый, позитивный. Даже если вам плохо, но душе скребут кошки, гадко, вы все равно выбегаете в ночь, выбегаете в люди, понимаете, стремитесь убить это свое состояние. И, конечно, партнер вам тоже нужен. И чувствительный, безусловно, очень чувствительный к вашему эмоциональному состоянию, который не даст упасть до дна. Не хочу. Вот. И в то же время открытый, сильный, позитивный. Безусловно, молодой душой всегда. Спасибо. Спасибо. Продолжайте познакомиться с первым учеником. Привет. Привет. Это есть светочка. Спасибо большое. Спасибо за вас по твое красивое платье. Ой, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Антон, 29 лет. Директор по развитию известного зарубежного бренда. Гордится тем, что пережил трудности в становлении бизнеса и поднялся на Эльбрус. Мечтает зарабатывать миллион рублей в месяц. Антон сделал предложение возлюбленной после длительного расставания. Но со временем понял, что совершил большую ошибку и подал на развод. Надеется, что Вероника его не разочарует. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 Трое из ларца одинаково с лицами. Да. Вы тройняшки. Да, мы друзья. Братишки, ну так не бывает. Почему? Просто вот так не бывает. Ну что вы такой, особенно вот вы. Так похожи. На улыбку. А цветы подать? Рост вам у вас. Рост вам тоже не нравится. В целом он симпатичный. Там мужик такой нормальный. Пришел с такими же похожими на него парнями. Близкими по духу. Мощными. Да. Антон, а что вас заставило сначала расстаться с девушкой, а потом жениться на ней? Ну, первые отношения у нас не были так по молодости. Просто были на одной волне. Ну, любили отдыхать в одинаковых местах. То есть там клубы, какие-то, может быть, рестораны. Ну, прошло примерно около года. Я начал замечать что-то не то, на самом деле. Потому что я влюбился. Причем хорошо. У меня началась какая-то вот такая ревность, на самом деле, ко всему. Я такой был эмоциональный в то время, пока не умел успокаиваться. Ну, и так замечал, что человек как-то от меня что-то скрывает. И на 8 марта она пришла, я ей устроил ужин. Она пришла домой. И с большим букетом цветов. Белые розы, как я сейчас помню, очень такие длинные. Сказал, что отец подарил. Ну, я поверил, думаю, ну, отец, почему вы нет? Потом в социальных сетях через пару дней я увидел этот букет на страничке у человека, который у меня там в друзьях был. Ну, задал я вопрос, соответственно. Один такой сложный у меня был, еще права отобрали. И тут еще такая ситуация у меня вообще там в разные стороны от злости. Ну, и в итоге я понял, что человек просто мне в душу нагадил, скажем так. Или человек очень хотел, чтобы вы сделали ей предложение. А как вас подтолкнуть? Это вызвать совершенно безумную черную ревность? Я думаю, что он как-то взрослая для нее чисто по внешне выглядит. И вы после этого ей сделали предложение? Нет, мы расстались, на самом деле, на этих сильных негативных эмоциях. Потом еще раз встретились. Уже подостыл я, и она вроде бы так ко мне более лояльнее начала относиться. Ну, я решил не показывать уже свою ревность. Ну, не показывать вообще какие-то эмоции в плане... В общем, вы исправились, стали хорошим мальчиком. Да, я исправился, это так и получилось. И сделали ей предложение в очень романтичной обстановке. Да, полгода мы повстречались, я подумал, что зачем тормозить. Надо уже, наверное, уже сошлись, нужно уже и предлагать. Ну, увез ее на райский остров в Доминикану. Сделал там красивое предложение совершенно среди незнакомых людей. Поджилки-то если сильно, на самом деле. Вот, сделал предложение красивое, вот и так все и получилось. Ей нужно поярче, поактивнее, поулыбчивее как-то. Вы поженились, на своем настояли. И почему вы не живете счастливо по сей день? Она не могла забеременеть. Нет, скажем так, забеременела. Просто прошло время, и беременность прекратилась через несколько месяцев. А, в смысле, погиб ребенок? Ну да, да, внутри. Почевине. Выкидыш просто? Без понятия. Неразвивающий беременность? Просто, да. А потом что? Ну, потом была очень глубокая депрессия, на самом деле. Да у меня там такая ситуация была еще по бизнесу. Немножечко не сложилось. Кто кого упрекал? В чем? В том, что не получилось с ребенком, и вообще какая-то фигня в вашей жизни происходит. Кто первый заговорил о разводе? Ну, упрекал я и себя, потому что по делам своим личным не получилось, и она меня, конечно же, винила на эмоциях, я так понимаю. Но зла на нее никакого не держу. В принципе, оба подошли к тому, что нужно развестись. После таких случаев я с некоторыми людьми тоже общался, и некоторые прекращают общение, существование вместе. А, тяжело психологически, да? Тяжело, люди расходятся. Вам нравится, Вероника, вот такая веселуха? Ну, она приятная девушка, нравится, конечно. В Питер заберете? Можно и в Питер забрать, почему бы и нет. Ну, я готова. Я люблю Питер, честно. Не, ну, понятно, у вас здесь ничего нет. Да, я готова куда угодно. Это как Мандо. Как Мандо? Нам это хорошо было. А это правда, что вы Эверест покорили? Не Эверест, а Эльбрус. А, ну Эльбрус. Давайте посмотрим. Да, немножко ошибочки, да. Да, ну... Так прекрасно наблюдать за тем, как молодые люди проживают правильную жизнь. А без дурных привычек любите активную жизнь. Люблю. Видео, он интереснее, чем, как бы, вот здесь. Да, видео открыло сторону Антона с другой стороны. Вот яркость, энергичность. Вы смотрите, Вероника оказалась легкой на подъем. Если что, она к вам в Питер поедет. А это хорошо. Что-то уже не стоит. Легкой на подъем. Давай, друзья, не знаю. А вообще, какие планы на жизнь? Конечно же, планы на жизнь великие. Это, соответственно, крепкая семья. Ну, какая-то широкая жилплощадь обязательно. А сейчас у вас не широкая жилплощадь? Сейчас. Сейчас доступная жилплощадь. Нет, я имею в виду, что вы женитесь тогда, когда будет широкая жилплощадь. Или вы готовы доступную перевезти? Можно следовать. И для начала вместе. Вместе расширим, конечно. Костя, ну ты-то ее позовешь к себе? Не будете ее связывать с пулаканом на дамах? Ну, конечно. Ну, сначала мы общаться, да? Какой из бонусов выберете? Свидание наедине, скелет в шкафу или семейную тайну? Семейную тайну. Есть такая. Семейная тайна. Ну, был я маленький, еще говорить не умел толком. Тетя моя любимая любила спрашивать, ну, как меня зовут. То есть я еще и там языком не умею сильно ворочать. И вместо Антошка говорил Атишка. Вот до сих пор мне 29 лет, она меня так и зовет. Атишка. 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 Почему любят называть прелюдию, чтобы я краснел специально? Это фигня. Я сейчас расскажу вам про моего ровесника, он актер. Мы играем в спектакль, его зовут Петр. И выходим на поклон, и вдруг его тетя с криком «Петушок!» И с тетями бежит в стене. Петр, 50-летний петушок, конечно, офигел, покрылся красными пятнами. Так что... С чувством юмора. Ну, в принципе, не боится посмеяться над собой, даже что было, что получилось. Приготовили сюрприз. Сюрприз, да, есть, конечно. Я думаю, на экране посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это Кронштадт наш тоже, Кольский собор, вид красивый получается, летние съемки. И какая высота самая? Вообще тут 100 метров с максимумом получилось, бывает 400 и 1500 можно подняться, но там уже ресурсы другие должны быть на аппарате. Как они получились после Олимпиады. Как же красиво, Господи. Ну что, тишка, тишка. У меня есть подарок, вот мы посмотрели красивые виды, чтобы ты смогла смотреть на это спокойно, не ослепив тебя, вот таким красивым видом дарю тебе очки. Очки. Так, держи, пожалуйста. Нет, можно? Примерим. Спасибо, парни. Спасибо большое. Проходите, все очень приятно. Ирина, а вы замужем? Нет. А парень есть у вас? Она сама не знает. Значит, нет. Поэтому, смотрите, Константин свободный. Мне кажется, и Антон понравился. Вот натуральная такая девочка, вот прям в живую лучшую. Я готов пообщаться. На самом деле. А что вы скажете об Антоне? Все втроем. Ну, очень производит положительное впечатление. Очень открытый парень. И мне кажется, что он очень-таки подходит. Илья. Не знаю почему. Антон, он и открытый парень, и он и сильный парень. Видно, что и внешне, и видно, наверное, что и внутренне тоже. Ники он подходит. Вероничка. Ну, мне кажется, тоже, на самом деле, что он открытый, но что-то все-таки там есть. Что такое неразгаданное, и вот прям чувствуется. Все хорошо быть не может. То есть, от мужчины рака, Никой? А что вы хотите от мужчины рака? Конечно, у него всегда есть. Что-то есть там, да. Скрытая сторона жизни. Если он вам понравился, вам совет дам. Вы слишком навязчивые. И более того, зачем вы на все соглашаетесь? Ну, как-то придерживайте себя. Не надо так... Типа по-стариковски поломаться, да? Такой в стиле 70-х. Я не такая, я вся. Нет, Ларина. Нет. Мне понравилось, что она легкая на подъем. Это классно, на самом деле. По-моему, была бы прелестная пара. Проходите и встречайте второго жениха. Я вообще попиралась. Привет. Ты очень светлая, яркая, такие же, как и эти цветы. Спасибо. Возьми, пожалуйста, я тебе. Спасибо большое. Спасибо. Константин. 28 лет. Инструктор-методист в спортивной школе. Чемпион Европы по спортивной гимнастике. Двукратный обладатель Кубка мира в составе сборной команды России. Мечтает построить дом и научиться готовить. Предупреждает, что он трудоголик. Частые разлуки не пошли на пользу отношениям Константина с его возлюбленной. Надеется, что Вероника постоянно в своих чувствах. Да, красавцы. Просто красавцы. Дарите цветы. Да, я приготовил вам цветы. Уважаемые ведущие. Это вам. Спасибо. Можно потрогать? Уже не тост было раньше. Гимнасты не все с фигурой, конечно, шикарные. Константин, вы же отсутствовали из-за вашей непростой профессии, правильно, дома? Да, моя профессия, так скажем, это член сборной команды России. Я был по спортивной гимнастике. То есть, вся жизнь моя проходила на сборах. Хорошо. А разве девушка не знала, что это неотъемлемая часть вашей жизни? Да, конечно, она и знала. И деваться было, в принципе, и некому. И вас сопровождала? Очень-очень редко это было. Ага. А вот когда вы поехали в Азербайджан надолго на сборы, она же поехала с вами? Да, я забрал ее с собой. А на сколько предполагалось, что вы едете? Пока у нас был трехмесячный такой период, где мы обживемся, посмотрим, что дальше. Вы там снимали квартиру? Ну, вам снимали, наверное, да? Хорошо. А она в качестве кого поехала? Вы не делали ей предложение и говорили, что вернемся из Азербайджана и поженимся? Или вообще разговоры не заходили? Разговоры об этом были, но на, конечно, очень дальнейшее будущее. Не ближайший год-два. И что там произошло? Я ушел из дома на тренировку, прихожу, она сидит с моим коллегой по команде дома и выпивает. С Азербайджаном? С Азербайджаном? Вы ей сказали, собирая вещи и проваливай, да? Да. Она уехала? Да. Но любовь-то не прошла? Любовь не прошла. Ну, как он такое выбрал, если она уже сидит и пьет? Уже почему-то с другом там... Ну, он был влюблен. У него было чувство, что не, и у нее, мне кажется, не было. И стали ее возвращать? Стал ее возвращать, да. То есть добивался встреч, дальнейших продвижений отношений. Ну, и она уступила, как водится. Да, у нас снова начали налаживаться отношения. Понятно. И вот однажды к вам подошел на улицу ваш товарищ? Не мой товарищ. То есть я, как человек публичный в своем городе, известный достаточно, он ко мне подошел, что-то мы разговорились, и он говорит, а, ты же бывший парень Саши. Я говорю, как бывший? Нет, не бывший, мы вместе. То есть он говорит, не может быть этого. Она сейчас находится у меня дома. Вот так вот. Вы проверили? Да. Да, мы с ним вместе поехали домой. Что-то не вижу я у нее эмоций насчет него. У нее? Да. Ну так-то да. И с какими словами вы к ней обратились? Не с очень хорошими. Ну что? Здравствуй, милая моя. Ну скажите, что там? Все свои. Прям так говорить. Конечно. Мы за откровенность. Получила она, видимо, да? Ну я поздоровался, говорю, привет, Саша Лава. Ну а кто она? Я согласна. По друзьям все ходит она. Ну я сказал, и еще таких примерно похожих фраз. Развернулся и ушел. Кость, нет ощущения, что слава Богу? Есть. Достаточно простой человек. Может это не плюс, но как бы для нее. Я понимаю, что у спортсменов большие проблемы с выбором своей женщины или своего мужчины. У меня брат мастер спорта, у меня брат тренер. Это частые сборы, частые отлучки. У жены всегда будут претензии. А что вам делать? Кто-то должен тренировать наших детей, правильно? Конечно. Где-то вы должны сами тренироваться, уезжать на соревнования. Это жизнь спортсмена такая. Конечно. И женщина, которая будет рядом с вами, должна это понимать и очень уважать и ценить вас. Это труд. Понимаете? Да. Мало того. Она должна... Посмотрите, как Рудковская бьется за своего Плющенко. Посмотрите, сколько она делает для него. Невидимые миру слезы. И сколько она за это огребает. Поэтому она не просто должна быть вашим адвокатом, вашим тренером, вашей мамкой, вашей сестрой, любовницей, женой. Она должна, ну, не посвятить всю свою жизнь ради общего дела, ради ваших результатов, которые будут и для вашей же семьи. Она должна быть очень преданной, очень верной, для вас интересной, интересной для вашего окружения, для ваших товарищей. А по поводу товарища, Костенька, вот прям девушка у нас. Вы же... у вас есть девушка? Я женат. А, жалко. А так хорошо. Я уже определился. Я тоже спортсмен, а у меня как раз такая. Скажите, Кость, а у вас ваше спортивное, в спортивное достижение как-то вот равноценное финансовой стороне? Чего успели? Стимулируются все наши победы, медали, награды. Квартира есть у меня, я заработал себе квартиру. А где, в каком городе? В Москве. Я заработал в Томске и переехал в Москву. Я сам родом из Томска. Как бы я хотела вот для своей дочери, например, но ей всего 15 только исполнилось, вот такого хорошего мальчика. Если мы доживем через 10 лет, я прямо вот вас бы забрала к себе, забрала бы к себе и помогла бы и все. Потому что вы хороший парень. Не сглазит бы. Ну, видишь, у меня конкурент появился сильный. Я думаю, Антоха, ты в неконкуренции. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. А пока реклама. У вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и свидание. Свидание. Ну, проходите, я посмотрю на вас со стороны. А какой сейчас активно занимается? Ну, не так, конечно, как раньше, но занимается. Ну, он соблюдает режим, да, питание, режим сны. Конечно, мы уже успели обсудить, что было в сковородке и на каком масле это заправлено. Скажи, пожалуйста, что ты особенно ценишь женщину? Что тебе нужно, что тебе особенно ценно? Мне особенно ценно, конечно, семейный быт. То есть это должна хозяйственная быть девушка моя, чтобы готовила, убиралась. Такая женщина в хорошем понимании, да, такая вот? Ну, уже возраст, наверное, не тот, который там шальной такой, так скажем, чтобы где-то куда-то развлекаться, ходить на дискотеке и все остальное. То есть должна истинная женщина. Нет, ну это может быть, но мне кажется, но при этом женщина должна оставаться женщиной. Да, естественно. Развлечения сейчас могут быть в другом, на самом деле. Можно ходить в спортивный зал и делать очень интересные вещи, которые будут давать тебе эмоции, адреналин. Я понимаю, да, я люблю спорт. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. А то, что там, вот я тоже сейчас это премиум класса фитнес-хажем. Там женщины. Он Ни-Ни на работе? Еще раз. Ни-Ни что? Он же тренирует не только... То есть не нравятся ли ему потные женщины? Нет, взрослые, богатые женщины. Взрослые, богатые, потные, озабоченные тетки. Нравятся ли ему так? Константин работает больше с детьми. Это очень хорошо. На самом деле, да. Прекрасно. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, я пошел? Кость! Пошел переодеваться, да. Он еще вам что-то хочет показать. Что-то показать. Сейчас переоденется, да. Что-то будет. Ну, что-то дома. Ну, что-то там... А как-то там все паникло. Да. Что-то там... Нету... Там мои цветы действуют. Так, жених готов. Давайте досмотрим на него. АПЛОДИСМЕНТЫ Обалдеть! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! 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 Поплотен, конечно, спортивный парень. Он показал, что умеет. Теперь твоя очередь. Браво! Кость, я бы такого, конечно, парня не отпустила от тебя. Нет, уже всё, идите в свою комнату. Спасибо вам большое. Шикарный. Вот сюда, вот сюда. Молодцы, парни. Мамина радость. А, звук босс. Ирина и Илья, что вы скажете? Ну, конечно, готовый муж. Прям готовый. Не знаю, насколько Никуси. Он спортсмен. Мне кажется, спортсмен. Получается, он в этом плане для Вероники просто, на самом деле, сейчас идеальный вариант. Она готова занимать на любой край света, мне кажется, и на все сборы. А какой красавец. А какие дети будут, а как он этими детьми будет заниматься. Да, это здорово. Костя, мне кажется, ты произвел впечатление. Особенно последний горизонт, если с улыбкой всё. Я старался. Вероника. Ну, я на самом деле поддерживаю друзей. Да, мне кажется, еще после комнаты я почувствую, что он с правильными убеждениями по жизни. А нравится как физически-то, нравится? Ну, конечно, он же спортсмен, естественно. Да, да, да. Спортсмен. А что, спортсмен и мой тетиш? Тамара. В первую очередь хочу сказать еще до того, как программа состоялась. Я делала карты, я посмотрела на этого мальчика и сказала, здесь идеальная физическая совместимость. Ого. Она там еще картишки раскидывает. У вас Марс в овне, а у него Венера в овне. И это дает вам вот именно физическое притяжение очень сильное. Сочетание прекрасное по многим параметрам. Вам не будет скучно. Человек действительно стабильный, но, единственное но, что может быть у вас. Внутреннее состояние, ему захочется, чтобы вы больше времени проводили с ним. Понимаете? А вас иногда будет просто переть, понимаете? Вам захочется вырваться, помчаться куда-то. Вот если вы сразу договоритесь, что он будет терпеть вот это ваше иногда без измен переть, понимаете? Хочу вырваться на волю. Блин, и женщины мечтают, чтобы мужчина был рядом все время. А он очень стабилен. Действительно, парень вот то, что надо, устойчивый. По-моему, это не недостаток. Еще есть один жених. Знакомьтесь с ним. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, Вероника. Привет. Это цветы тебе. Я уверен, наше встрече может стать, надеюсь, что станет чем-то большим. Надеюсь. Спасибо. Правда. Спасибо большое за это. АПЛОДИСМЕНТЫ Павел. 28 лет. Бизнес-тренер. Имеет первый разряд по лыжным гонкам и биатлону. Много читает и общается с новыми людьми. Мечтает побывать в Японии. Предупреждает, что его будущая избранница должна быть из благополучной семьи. Избранница Павла начала говорить о браке намного раньше, чем он сам успел о нем подумать. Надеется, что Вероника не будет торопить события. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Павел, ну женщины часто торопятся события, особенно если это касается замужества. А в вашем случае что произошло, что вас напугало? Я не думал, что она уже так серьезно настроилась на отношения, на супружеские отношения. И мы встречались, мы периодически выходили в свет, там какие-то мероприятия. В течение какого времени? В течение года. И потом уже начала говорить, что хочу чего-то большего, уже нужно узаконить отношения. Ну ничего, ничего такой парнишка, да? Мне нравится, хороший парень. А потом вы в ней еще и заметили, что много в ней деревенщины, да? Тоже стало раздражаться. Чуть-чуть простоты было, это меня не отталкивает, я с большим удовольствием общаюсь с такими людьми. Но, наверное, это что-то как-то, да, сказала, что готова ли она продолжать со мной идти по жизни, когда у меня там задачи среднесрочной и долгосрочной цели связаны вот именно с публичной деятельностью. Он умеет говорить. Девушки любят ушами. Да, да, да. Ну и не только, иногда еще и глазами. А в чем деревенщина-то выражалась? Может, она хэкала там? Хэк! Или смеялась как-нибудь? В чем? Ну, в общении это замечалось чуть-чуть, и, может быть, не совсем большой словарный запас. Может быть, приоритеты и ценности не совсем некоторые совпадали с моими. Паша, он такой человек, как бы разные люди были. То есть та девушка, тоже мы были с ней знакомы, и Паша, ну, совершенно разные люди. Я сейчас смотрел по телевизору Веронику, и то есть я радовался. Наконец-то вот такая вот девушка, ну, действительно, яркая. Наверное, тебя, как ты говоришь, тоже боятся мужчины многие. Ну, конечно, такая волна идет, потому что у меня... Очень позитивное. Волнение такое. Да. Несмотря на то, что у меня есть. Прекрасно. Волна идет, да? Да. Открывает, открывает, да. Ей 27. Она еще, на самом деле, где-то там 22. Вот у нее еще такая дереза внутри есть. О, парень серьезно, немножко резонирует, на самом деле. У вас остался один бонус в телевизорах. Хотите? Конечно. Вы любопытная. Конечно, конечно. Мы должны все знать. Скелеты, да, особенно интересно. Любопытные кошки. Что же там такое? Какой кошмар. Нет. Все, я ухожу. Что бы это значило? У меня дома нету телевизора. Я избавился от него, наверное, лет 7. Правильно. И думаю, что в семейных отношениях этого тоже не будет. Не, ну телевизор, то что не смотреть, это нормальная тема. Я тоже давно не смотрю телевизор. Это вы для себя решили однажды, что вам телевизор не нужен. А если, например, Вероника любит какие-то программы? Программы «Давай поженимся», например. Это можно выделить. То есть не будете давить на нее? Нет. Потому что давление в семье – это кошмар. Согласен. Если есть интересы у Вероники, и надеюсь, что Вероника будет спутницей, то, конечно, ее выборы и ее решения. А сюрприз какой покажете? Я знаю, Вероника любит путешествовать, яркость жизни, и просто хочу, чтобы она выбрала или подругу, или какого-то друга, возможно, меня, и поехать отдохнуть уже на море. Уже облачено? На море позагорать. Да вы что? Ой, спасибо. Прекрасно. Ты посмотри. Вот это нормально. Оплачено. Все оплачено? Проживание. Отель 4-5 звезд. Питание на базе завтраков. Я готова. Я на завтраке продержусь. Трансфер, сопровождение русского языка. Да вы что, даже экскурс? А куда? А фамилию можно писать? Это турецкое побережье Средиземное море. Да вы что? Мы заедем. Едем. Это прекрасно. Как там? Ничего-то, по-моему, без вариантов. Все, я пролетел. Цену могу озвучить. 10 139 евро. Вы серьезно? Да. Вы прям серьезно? Да, можете взять, можете взять деньгами. Хоп, холловей. Серьезно? Да, взять надо в течение 7 дней. Пойти на сайт, зарегистрироваться и выбрать дату любую. Да вы что? Боже мой, спасибо вам большое. Господи, хоть кто-то вам не забудет. Это прекрасно. Спасибо. Пожалуйста, зацепила. Спасибо вам большое. Проходите в свою комнату. Спасибо вам. Спасибо большое. Подруга Ирина и Илья. Ирина. Ну, бизнес-тренеры. Это такая отдельная штука. Не знаю. Я думаю, что Ниникин вариант точно. Вам тяжело скрывать зависть. А я с ней поеду. Я с ней поеду отдыхать. Подарок очень хороший. Подарок очень хороший. Подарок очень хороший. Не пусть мы же поедем. Вероника вживую еще и еще ярче, еще интереснее, еще энергичнее. Вообще супер. Павел интересный молодой человек, но, мне кажется, он не спешит заводиться семьей, не спешит. Правильно, он не всеядный, что же он будет на всех жениться. Ему всего 28 лет. Зачем ему раньше было? Вероника, отвлекитесь немножко от сертификата. Ваше впечатление как вам, Павел? Нет, конечно, очень интересно молодой человек. Видно, что он, соответственно, если использует... Красивый, высокий, стройный. Да, да, да. Выбор сложный у меня, честно. Я прям даже в замешательстве. Мне сложно очень оценить на первый взгляд. Видимо, будет ставить эксперименты надо мной, мне кажется. Каждый день вам, что ли, такие сертификаты дали? Да, конечно, нет. Даже не через день, даже не через неделю. Роза. Ну, меня подарок просто поразил. Надо брать. Подарок вообще что-то. Ну, я с опаской отношусь к людям. Для меня это такая все-таки размытая профессия. Повышение собственного достоинства, ну, и всякое такое. Паша, ну, понимаешь, надо было показать себя еще какой-то, на самом деле, открытый, добрый, как-то улыбаешься. Сложно. А ситуация была напряженная, напряженная ситуация. Что скажешь? Солнце с Венерой в Близнецах, обаятельный Близнец, действительно, всю жизнь будет учиться, пытаться развиваться и меняться. У вас общие вкусы, общие интересы вот в этом союзе может быть совместное преуспеяние. Вот так. И поэтому вот каждый из этих трех партнеров может дать вам разное. Понимаете, выбор только вот вам нужно сделать. Ириночка, ну, приходится выбирать все-таки из троих одного мужчину, поэтому кого бы вы оставили себе, а кого бы вы оставили подруги? Ну, себе бы, не знаю, никого, наверное. Почему? Вам никто не понравился? Ну, я очень эмоциональная, мне нужно, чтобы прям сразу зацепило. Нет, ей первый жених, я думаю, понравился. Да, я хочу некий посоветовать именно первого жениха. Я считаю, что они очень похожи и очень друг другу подходят. Ну, элементарно даже по внешним параметрам. Я тоже, на самом деле, думаю, что первый жених Антоном был, проявился более... Лариса, очень сложно, честно. Действительно, потому что фантастические Константины, Павел и Антон какие-то удивительные. Ребята, конечно, чудо. Ну, вы знаете, да, вот если бы, например, я снимала фильм, то я бы вас смонтировала с Павлом. Что-то у вас есть такое, что дополняет друг друга? Вы красивая пара, правильная. Мне так показалось. Роза? Ну, я бы сказала славянам бабушки, которые часто повторяют. Хотите сытых дней с Антоном? Хотите счастливых с Константином? Если Вероника зайдет ко мне в комнату, я к ней обязательно выйду. Она мне нравится. А звезды рекомендуют? С Антоном будет очень интересно. Ну, человек он требовательный. Плюс ко всему у вас общие интересы и будет о чем поговорить всегда. Мне кажется, тебе она понравилась и ты ей тоже. Ну, это было бы хорошо, конечно. Во втором союзе прекрасная физическая совместимость. Вот. И в третьем, наконец, это совместное преуспеяние. Выбирайте, чего вы больше хотите. В любом случае, мы вас поддержим. Поэтому проходите. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ксенечка, дорогая, у меня проблемы на работе. Ты не могла бы мне прислать деньги. Получила человека страстного. Близнеца. Козла. Максим. Да. Скажи честно, мне тебе понравилось. Я приглашаю всех выйти и поддержать Веронику. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне было сложно, честно. Но борода наделала свою. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Вероника и Антон. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok